Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья – одна из приоритетных задач избирательной комиссии. В Самарской области будут работать 1785 основных участков. Из них 28 находятся на вторых этажах зданий, что доставляет неудобства маломобильным гражданам. По сравнению с прошлой избирательной кампанией, число участков на верхних этажах сократилось в 10 раз. Для людей с инвалидностью здесь организуют пандусы и подъемники. Кроме того, во время трехдневного голосования 17, 18 и 19 сентября им будут помогать волонтеры. Если человек сам попросит волонтера, мы обращаемся, чтобы волонтер поработал с этим человеком. Составляем списки, отдаем избирательную кампанию, отдаем штаб, и вот они начинают уже действие. Сейчас у нас идет электронная паспортизация избирательных участков. Это нам поможет постоянно в течение времени, то есть любой промежуток времени, отслеживать, в каком состоянии находится участок. Прикреплены там будут фотографии фасада, внутреннее состояние помещения. В рамках общения сегодня с представителями инклюзивного сообщества у нас получилось выявить именно вот те тонкие вопросы, которые мы будем решать. Самое главное, что мы сейчас находимся в высокой степени готовности к 19 сентября при условии трехдневного голосования. Для людей с нарушением зрения изготовили специальные трафареты для заполнения бюллетеня. Также была выпущена памятка со шрифтом Брайля о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут также проголосовать на дому. Для этого нужно заранее написать заявление и направить его в участковую избирательную комиссию, либо воспользоваться сайтом госуслуг. В этом нет ничего особенного. Это нормальная гуманистическая практика. Причем обязанность создавать такие условия именно на государстве. В лице представителей государства, например, государственных органов, каковыми является организатор выборов. ЦИК, область Берком, территориальные комиссии. Модератором на заседании штаба по организации голосования для людей с инвалидностью выступил Павел Покровский, член общественного штаба независимого наблюдения за выборами. В рамках встречи было принято решение промониторить информационные ресурсы политических партий на наличие разделов для слабовидящих. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кальцун. Мэй Елчан, Николай Сидоров. События.